Всем привет! Меня зовут Денис Малышев. Сейчас я расскажу, как я рекрутирую и работаю через смартфон, когда нет возможности работать через компьютер. Для начала мы заходим в Play Market магазин и скачиваем себе три приложения. Это Авито, приложение Вайбер, загружаем и приложение ВКонтакте. Я думаю, что ВКонтакте у всех есть, у тех людей, кто пользуется смартфоном. Сейчас каждый общается в данной соцсети. После того, как мы скачали и установили на смартфон эти приложения, в них также нужно будет зарегистрироваться. Это просто, там все поэтапно и поочередно показано, как это сделать. Поэтому я показывать это не буду. После того, как мы все это загрузили и зарегистрировались, вот Авито у меня приложение, Вайбер и ВКонтакте. Они у меня загружены и установлены. Как начинаем работать? Заходим в приложение Авито. Вот видим все категории. Нам необходима категория работы. Заходим в нее. Под категории вакансии резюме. Нам необходимо резюме. Заходим. Видим людей, которые оставили свои резюме на сайте Авито. Людей, которые ищут работу. Сейчас эти люди у меня из города Красноярска. Мы это можем посмотреть. Вот зашли в настройки. Место расположения Красноярск. Вы можете выбрать любой другой город. Нажимаете и выбираете любой вам понравившийся город, либо в котором вы живете, либо в котором хотите рекрутировать. Вот у меня город Красноярск. Теперь подыскиваем резюме людей, которые ищут схожую работу с нашей работой. С нашим бизнесом. Это такие как администратор. Кто-то ищет подработку. Бухгалтер. В принципе все офисные работники. Менеджер и так далее. Они подходят. Вот допустим нам подошло в менеджер среднего звена. Вот нажимаем. Переходим. Вот мужчина, 42 года. Номер телефона он оказал. Вместо имени почему-то спецметал какой-то. Это в принципе и не важно. Для того, чтобы написать ему сообщение на этот номер через вайбер, необходимо нажать на его номер. Нажимаем и переходим через вайбер. У некоторых может быть показать смартфон, выбор через какое приложение открыть данный номер. И там будет указано несколько приложений. Вы выберите вайбер. И так же попадете в это приложение. Теперь этот номер нужно добавить в контакты. Нажимаем продолжить. У этого контакта нет вайбер. Соответственно, значит мы не можем написать этому человеку наше бизнес предложение. Соответственно, выходим отсюда, нажимаем назад несколько раз. Попадаем опять в список резюме. И ищем другое резюме, которое нам будет подходить. Например, ищу работу. Вот администратор, продавец, консультант. Значит, Наталья. Вот ее номер телефона. Нажимаем. Также добавить в контакты. Продолжить. Вот мы видим то, что у этого человека так же установлено приложение вайбер. И мы можем с ним общаться через данное приложение. Нажимаем готово. Опять добавить контакты. Продолжить. И вот видим, что можем написать сообщение. Нажимаем. Появляется окно, куда мы можем общаться с этим человеком. Нам теперь необходимо вставить нужный текст. с нашим бизнес-предложением. Откуда я его беру? Значит, я сворачиваю наши два приложения. И захожу в ВКонтакте. Значит, приложение ВКонтакте. Захожу. И беру свой текст из переписки со своей страницы. То есть, у меня несколько страниц ВКонтакте. Вот. И с одной страницы на другую я специально накидал накидал, значит, тексты и все скрипты, которыми я пользуюсь. Все то, что мне необходимо для работы. Вот видите, я пролистываю все свои тексты для работы, значит, с новичками, для рекрутирования и так далее. Вот я нахожу нужный мне, нужный текст, нужное объявление. Сейчас. Вот оно. Добрый день. Так как вы ищете работу, в нашу компанию требуются сотрудники для работы через интернет. Необходимо уделять сутки 2-3 часа работы у компьютера дома. Без продаж, без распространения, без вложений, без рисков. Легально. Зарплата через банк от 30 тысяч рублей. Если вам интересно и желаете узнать подробно о работе, ответьте мне на это сообщение. И указываю все свои контакты. Телефон, веб-сайт, сайт Воронка. На котором есть мой регистрационный лист, на котором можно зарегистрироваться в наш бизнес. Значит, email, skype, вконтакте ссылка. И в конце пишу с уважением, малыш и днис. Нам нужно скопировать этот текст. Зажимаем. И вот сверху копировать. Текст у нас скопирован. Мы, значит, так же сворачиваем вкладочку эту. И заходим в вайбер. Опять же. Зажимаем. Ставить. Пролистываем вверх. И пишем имя. Обязательно нужно писать имя. Так как, чтобы человек видел, что обращаются именно к нему, что это не спам и не какая-то рассылка. Что это конкретное письмо с бизнес-предложением. Наталья. Значит, после этого мы отправляем сообщение. Вот сообщение отправлено. Теперь возвращаемся назад. Наталья. Теперь у меня в списке контактов. И так как мы делаем большую работу и большую рассылку. И постоянно добавляем контакты через вайбер для того, чтобы написать сообщение этим людям. И у нас накопится очень много контактов, которые засорят ваш, значит, ваш список контактов. Да, засорят их, выходит очень много. И много неизвестных людей. Вот для этого мы удаляем каждого человека. Удалить. Уверен, что хотите удалить? Да. Удаляем. Человек удален из списка контактов. Но он есть в переписке. Вот мы можем посмотреть. Он есть в переписке. И мы можем общаться и отслеживать, прочитал ли. Вот просмотрено написано. Значит, прочитал, либо не прочитал наше сообщение. Человек. Вот. Значит, все, кому вы писали, вот можно посмотреть в данном, значит, списке сообщений людям. Также можно здесь посмотреть контакты. Вот ваши контакты, которые синхронизировались с вашей записной книжки. Вот. Синхронизировались. И для того, чтобы не засорять этот. Значит, список неизвестными вам, ну, людьми, которые, возможно, даже не ответят на ваше бизнес-предложение, вы удаляете. Но они все остаются в переписке. Значит, возвращаемся назад. Вот, попадаем так вот, где у нас сворачивали мы приложение. Заходим опять на Авито. Вот, значит, вот наше было резюме последнее. Назад нажимаем. И так же, значит, ищем дальше нужные для нас резюме, которые подойдут. И так же пишем бизнес-предложение. Вот, в принципе, и все. Как я работаю. Рекрутируйте. Будете делать это быстро. В принципе, за час, за два можете отправить до 100 бизнес-предложений каждый день. В принципе, очень просто. И не нужно находиться у компьютера. Можете находиться на своей основной работе. Так же, где-то бывает в очереди ждете, где-то сидите или еще. Нужен только интернет. В принципе, у кого есть смартфоны, интернет есть у каждого. Поэтому рекрутируйте, работайте и развивайтесь. Всего вам хорошего. До свидания.